World of Warcraft, Assassin's Creed 2, Bioshock 2, Halo 3, GTA 4, а также какие игры самые продаваемые и как стать Наполеоном и не попасть в психушку. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Сомалийские пираты запретили своим детям рубиться в видеоигры. Представляете, они на полном серьезе уверены, что игры развращают их молодежь, подрывают социальные традиции и устои страны. И это говорят те, которые грабят корабли и убивают людей. Не знаю, как сомалийские пираты относятся к пиратским видеоиграм, но зато с уверенностью могу сказать, что зовут меня Макс Васильев, вы смотрите виртуалити и мы начинаем. Объявление. Пропал ребенок, девочка, маленькая. Особые приметы. Глаза желтые, голос противный. Дерется и постоянно таскает с собой шприц. Нашедшему просьба аккуратно доставить негодницу по адресу. Глубокое море, город Восторг, апартаменты Большого Папочки. Вознаграждение гарантируется. Вот только сможете ли вы им воспользоваться в шутере Биошок 2. Обезумевшие жители растерзают вас раньше, чем вы получите награду. А сам Большой Папочка сможет запросто забурить вас своей бурилкой. Так что не читайте всякие объявления в городе Восторг, а просто восторгайтесь тому, что Биошок 2 наконец вышит. Ехали лесята на машине мятой. Рядом обезьяна на Большом Банане. А за ней какой-то тип разгонял огромный джип. А следом синий форш, на котором синий ёж. О! Это он, Соник Супер Ёжик. А также все его друзья, враги, друзья друзей, враги врагов и друзья врагов, друзья врагов. А все вместе они герои многочисленных игр от компании Sega. Веселые гонки Sonic & Sega All-Star Racing, все это шатие братья, сойдется на скоростных трассах в бескомпромиссных заездах на звание самого-присамого героя. Такие игры сборная солянка для консолей не редкость. На PC же это пока в диковинку. Особенно потому, что большинство героев не знакомы с уловым компьютерщиком. Если бы Дюк и Нюкен с Говардом Фрименом тыкались своими болидами в бампер Лары Крофт, вот это был бы да. А так, детский сад. Мировой финансовый кризис привел не только к новым вооруженным конфликтам, но и к появлению всяких недоделанных игр на тему этих конфликтов. Стратегия противостояния 3D-перезагрузка яркий тому пример. Стоткновение сил США и России на территории Афганистана здесь показано возней пары десятков моделек военной техники на зеленом травяном ковре. Вот эти вот летающие корыца — вертолеты, ползающие из пичечной коробки — танки, а муравьи в траве — бравая пехота. Конечно, фанаты подобных стратегий были бы в восторге от 12 миссий и новых наций — Талибана и Пакистана, а также современных моделей пехоты и техники. Но эти слова только на обложке коробки с игрой. В самом же продукте есть одно сплошное уныние. Такой перезагрузки ваш компьютер не обрадуется. Несмотря на наезды со стороны депутатов и негодующей общественности, издатели Call of Duty торжественно объявили о том, что в конце этого года они выпустят новую часть. Правда, неизвестно, что это будет продолжение Modern Warfare 2 или серия вернется к событиям Второй мировой. Будем ждать подробностей. А вот фанатам стрелялки Gears of War повезло гораздо меньше. Третью часть пока не анонсировали. Впрочем, знакомые нам по прошлым играм персонажи порадуют очень скоро. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Напевали бравые парни Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, главные герои шутера Gears of War. И отстреливались от Орд Саранчип. Откуда же им было тогда знать, что буквально весной этого года их песенка станет реальностью, и они будут топтать действительно пыльные, а уж точнее снежные тропинки на планете Иден 3. В совсем другом проекте Lost Planet 2. Не совсем понятно, как персонажи одной игры вдруг попали в другую, да к тому же на второстепенной роли. Да-да, главными героями будут совсем не они. Мы решили не делать одного главного персонажа, а создать сразу несколько ярких образов. Играть вы будете за них по очереди. К сожалению, подробнее про сюжет я вам не расскажу. Просто знайте, что в финале Lost Planet 2 перед вами раскроется полная картина происходящего на планете Иден 3. Но до финала еще надо добраться, а сделать это будет непросто. Со всех сторон на вас будут злобно бросаться зубастые акриды, местные жители планеты. Под действием глобального потепления бывшие снегоныры мутировали и теперь умеют летать, бегать и даже плавать. Именно плавать. Огромные ледники Иден 3 растаяли после событий первой части Lost Planet, и теперь планета напоминает нашу родную землю. Есть ярко-зеленые джунгли, скалистая местность и даже пустыни, которые населяют очень странные люди. Они носят на голове какую-то кухонную утву и катаются на летающих штопорах. Дизайн персонажей, монстров уровней по сравнению с первой игрой мы изменили довольно сильно. Нам хотелось, чтобы он был не похож на другие проекты и в то же время запоминался. Да чё там говорить, такого огромного акриды вы запомните очень надолго. Хотя, когда он вас проглотит и вы окажетесь в его зловонной кишке, тут вам сразу придёт на ум похожая ситуация из Gears of War 2. И наверняка именно поэтому разработчики пригласили в игру Маркоса Феникса и Доминика Сантьяго, который оставит свои следы даже в желудке такого здорового чудовища. Самой продаваемой игрой прошлого года считается теперь уже скандально известный у нас шутер Modern Warfare 2, который разошёлся по миру тиражом более 17 миллионов копий и принёс своим создателям... Погоди, а как же 60-миллионные продажи спортивных игр для Wii... Так, стоп. Слушай, давай не будем брать всякую ерунду. Я же говорю про настоящие игры, а не про всякие казуальные поделки. Вот, например, пятёрка самых продаваемых игр 21 века. Открывает пятёрку самых продаваемых игр 21 века приставочный шутер Halo 3 о похождениях мастера Чифона кольцевидных планетах. Отважный вояка в одиночной компании крошит своих врагов-ковинантов пачками. А уж что творится в мультиплеере, словами не описать. Достаточно сказать, что 11 миллионов проданных копий этой игры осчастливили всех любителей расстреливать опасных, но симпатичных ковинантов. За три года существования игры геймеры перебили более 10 миллиардов особей. Стремительно сокращая популяцию этих инопланетных красавцев, игроки вывели Halo 3 на пятое место. На четвёртой позиции целый мир — мир Варкрафта. У сетевой игры World of Warcraft почти 12 миллионов подписчиков, а доход с ежемесячной абонентской платы в сумме составляет примерно 100 миллионов долларов. Об этой игре ходят легенды, про неё снимают мультфильмы. За шесть лет своего существования она до сих пор не утратила актуальности. Да чё там говорить. Некоторые люди буквально живут в World of Warcraft, рождаются, взрослеют, работают, женятся, рожают детей и умирают. Всё это не отходя от монитора. Самая знаменитая сетевая игра с 12-ти миллионной армией фанатов на четвёртом месте. Третьей стала GTA IV. О приключениях сербского эмигранта Нико Берича в Демократической Америке. За жизнь этого серьёзного пацана наблюдают и принимают в ней активное участие более 14 миллионов человек. Несмотря на все наезды и запреты, несмотря на все злоключения Нико в городе Либерти-Сити, GTA IV стала настоящим символом нашего времени. Ещё бы, в ней можно всё то, что запрещено в реальной жизни. Например, напиваться до чёртиков, потом садиться в таком состоянии за руль, таранить полицейские машины, набивать копом морды и с чувством выполненного долга отправляться в ближайший стрип-барк. Именно поэтому четвёртая часть попала на третье место нашей пятёрки самых продаваемых игр 21-го дня. Второй по количеству проданных копий стал проект для настоящих рокеров с пластиковыми гитарами — Guitar Hero 3. Более 15 миллионов любителей поскакать перед телеком с игрушечными музыкальными инструментами — это целая армия, которая не скупилась на дополнительные песни к этой игре и в итоге накидала в копилку издателей целый миллиард долларов. Вот они, настоящие рокеры, бешено нажимающие кнопки на пластмассовых гитарах, трясущие головами и делающие знаменитую козу, когда песня удачно сыграна. Геймеры, фанаты тяжёлого рока, вывели свою любимую игру на второе место. Ну и возглавляет нашу пятёрку великолепный шутер Call of Duty 4 Modern Warfare. 16 миллионов человек пережили захват грузового корабля, падение на вертолёте после ядерного взрыва и опасное путешествие в город Припять. А уж про мультиплеер и говорить нечего. Некоторые и по сей день играют в сетевом режиме в четвёртой части Call of Duty. Также примечательно, что на заборе в одной из азербайджанских миссий там есть то самое русское слово, которое так часто пишут на заборах. Возможно, ещё и поэтому игра модом Warfare стала первой в пятёрке самых продаваемых игр 21 века. Далее в Виртуалити, Mass Effect 2, Assassin's Creed 2, Resident Evil 5. А также, как стать Наполеоном и не попасть в психушку, и чем заняться одинокому мужчине в космосе. Это Виртуалити, мы снова с вами. Немецкий сайт компании Warner Bros. недавно указал дату выхода ожидаемого проекта Batman Arkham Asylum 2. Октябрь этого года. Но не спешите радоваться, через несколько дней эти данные пропали с сайта, а сами разработчики заявили, что были не в себе. Это ошибка, неправда и провокация. Ну, знаете ли, ребят, так нехорошо. Вот в наших новостях только те проекты, в которые вы совершенно точно сможете поиграть в самое ближайшее время. Believe me! Зомби они и вопреки зомби. В этом мы убедились в прошлом году, поиграв в Resident Evil 5. Крис Редфилд и его компаньонка Шева Аламар вихрем промчались по черному континенту, стреляя направо и налево, и оставили после себя всего один вопрос — неужели это все? Нет, гордо ответили разработчики «не все» и пообещали выпустить золотое издание «Пятого Резидента». Именно там мы сможем увидеть Криса голого по поясу или в тяжелой броне, а Шева будет убивать зомби в костюме лесной феи или в наряде преуспевающей бизнес-уманши. Хракта! Ну и на сладкое нам заготовили новую кампанию, посвященную приключениям небезызвестной Джилл Валентайн. Фанатам Resident Evil'а рассказывать про нее не надо. Ну а остальным скажем, что эта кампания перенесет вас в тот самый особняк из первой части игры. А вот там... там такое прям... ну такое прям там будет... ух! Бросайте все свои дела и позабудьте споры. Огромным войском злые к нам гоблины идут. Они уже прошли поля, леса и горы и нападут на нас через... 14 минут. Это идет армия гоблинов лорда Black Viper из игры Majesty 2, трон Ордании. Вероломный лорд напал на маленькое государство всеми своими зеленокожими силами и решил добить и разрушить все, что было недобито и недоразрушено в оригинальной Majesty 2. Ваша цель — сорвать его коварные планы, навалять люлей гоблинам, ну и по возможности сохранить в Ордании какую-нибудь недвижимость. Также в дополнение обещают редактор уровней, игровой магазин и специальный режим случайностей, как будто мало этих случайностей в обычной жизни. Этак, представьте, прогнали бы всех гоблинов, закончили миссию, а в конце уровня вам заявляют, что награда за победу случайно куда-то пропала. Нехорошо это. Пока приставочники наслаждались средневековой Венецией в Assassin's Creed 2, компьютерщики, как обычно, кусали локтем. И мечтали оказаться на месте главного героя игры — отважного юноши Эдсу, чтобы отомстить негодным консольщикам. И вот, наконец, их час пробил. 16 марта долгожданная вторая часть Ассасина появится на наших с вами компах. Это будет не какой-нибудь корявый порт, а полноценная игра с нормальным клавиатурно-мышинным управлением и хорошей графикой. Вот уж где мы порезвимся в волю. И по девкам прошвырнемся, и от стратников побегаем, попрыгаем. И полетаем. В общем, будет весело. Правда, приставочникам опять уже обещали какой-то дополнительный уровень. Но ничего, мы подкрадемся сзади, и как есть, и всё. Многие зарубежные, да и отечественные издания предрекают скорую гибель нашего любимого ПК. Как игровые платформы. Мол, пиратство отбирают у разработчиков доходы, и проекты сложно для компа делать. Шутка ли? Столько разных видов видеокарт, типов процессоров и количества оперативной памяти. То ли дело консоли, тут всё просто и понятно. Но не все игроделы так критичны по отношению к персоналкам. Например, товарищи из студии Creative Assembly. Несколько лет они радуют всех компьютерщиков своими эксклюзивными стратегиями из серии Total War. И этот год не станет исключением. Наполеон — это не только коньяк и кондитерское изделие. Это великий полководец. Император Франции — единственный военачальник, который сумел захватить Москву. Правда, как мы помним, москвичи особенно не сопротивлялись. С недавних пор этот персонаж стал главным действующим лицом стратегической игры. Total War с подзаголовком, как вы думаете, правильно, Наполеон. Вместе с Наполеоном вы пройдёте весь его путь взлётов и падений. От прибытия с острова Корсика в Париж и становления в качестве императора, до изматывающей русской кампании. Вторжение в Африку и полный разгром при Ватерлоу. Все самые значимые сражения Наполеона будут в этой игре. Правда, геймеру доверят не только французские вооружённые силы, но и также армии других влиятельных стран того времени — Англия, Австрия, Пруссия и, конечно, Россия. Каждая сторона будет с набором своих уникальных юнитов. У нас будут московские мушкетёры, английские и чёрные стражи, и, конечно, элитная французская гвардия. Они отличаются не только внешним видом, но и разными способностями. Например, быстрее перезаряжаются или лучше сражаются в рукопашне. Русские юниты, например, не страдают от холодных зим и легко побеждают даже в самые лютые морозы. Но стоит им попасть в Европу и сражаться в местном климате, как и в боевой дух падает. Всего в игре более 350 различных боевых единиц, включая морские. Да-да, сражения на море, так странно реализованные в Empire Total War, в Наполеоне, наконец, довели до ума. Вы сможете вывести из боя повреждённый корабль, подлатать, обновить команду и снова ввести его в гущу событий. Корабли легче контролировать в бою. Сухопутных крыс разочаруют. Теперь морские баталии очень важны в сюжетных миссиях. Например, вам не нужно будет вторгаться на территорию Англии. Достаточно перебить их войска в Европе и разметать английский флот. После этого британские солдаты никак до вас не доберутся. Но вы же в курсе, что Англия — это остров. В общем, продвинутый геймер сможет отыграть все самые значимые для Наполеона сражения и с триумфом захватить полмира. А может выбрать, например, армию Кутузова и показать их императорскому величеству, почём фунт нашего бородинского хлеба. В смысле, бородинского лиха. Ну, как тут не вспомнить Лермонтова? Смешались кучи коней, люди, и залпы всяческих орудий смешались тоже. Вот. Вот такая вот игра. Далее в виртуалити. Чем заняться одинокому мужчине в космосе и где идут самые ожесточённые виртуальные войны? Это в виртуалити, и сейчас мы заглянем в будущее мира видеоигр. А поможет нам в этом наш бессменный киберспортивный обозреватель Лисориус, который прочтёт загадочные киберспортивные мантры и расскажет, что ждёт нас в этом году. Ну, с чего начнём, Лисориус? Как обычно, с прогноза погоды. Будь уверен, Макс, год будет жарким. Звёздам киберспорта советую вообще не распаковывать чемоданы. Колесить без перерыва придётся по всей играющей планете. С весны до поздней осени. Маршрут прогеймерского вояжа за славой и наличностью стартует в Германии. Виртуозам Counter-Strike, Quake и командного World of Warcraft назначено прибыть в Кёль. В первых числах марта здесь пройдут финалы Extreme Masters. Всемирной киберразминки с призовым кушем в 100 тысяч американских президентов. И это будет только начало. Весеннелетнее соревновательное меню по обыкновению разнообразно и пёстро. Испанский Бильбао и Пекин, Париж и Сеул, знойный Дубай и прохладный шведский йог-коппинг. Важнейшие турниры пройдут в этих городах. Десятки других соберут чемпионов на матчах в интернете. Кто, сказал, играет в старье? Опомнитесь, господа, в активе современного киберспорта уже не только пропавшие нафталином StarCraft, WarCraft, Деконтра. Искрят от натуги серверы Left 4 Dead 2. Поднимают знамена бойцы Warhammer Dawn of War 2. Гонщики Таракмания разогревают моторы виртуальных болидов. А с флангов на арену электронных сражений выбегают бодрые футболисты. Игроков FIFA 10 в июле ждут сборы в Зании на первенстве под названием The Experience. Пройдут состязания и в России. Регулярные турниры серии Asus несколько раз соберут в Москве самых мускулистых кибератлетов. На региональных просторах страны турниры под эгидой Федерации киберспорта. Их цель – придать уверенности в силах, выявить сильнейших и обновить рейтинги. Контрольный ранжир уже на World Cyber Games Russia Preliminary – неофициальном чемпионате России. По итогам главного соревнования наша единая сборная по играм на PC, консолях и мобильных телефонах отправится в октябре в Лос-Анджелес. Не загорать, а покорять гранд-финал юбилейной 10-й киберолимпиады. StarCraft 2, Comet and Conca 4, Rage, Battlefield Bad Company 2 – эти и другие киберснаряды выйдут в текущем году. Но мой совет будущим чемпионам – в ожидании релизов не сидите сидним, а лучше запишитесь в тренажерный зал и качайте пальцы. С вами был ваш телеинструктор Лисориус. Увидимся. Ну что, парни, уже прошли Mass Effect 2? Нет? Что, даже не играли? Вы в своем уме вообще? Вы знаете, что там можно вытворять вот такое? А еще такое? Такое? И вот такое! Ну что, видели? А теперь мы расскажем вам, как сделать так, чтобы у вашего героя хватило сил на всех этих цыпочек, а потом еще осталось немного времени для спасения галактики. Итак, на дворе 2185 год. Вы – командор Шепард, и вам предстоит самоубийственная миссия по спасению человечества. А с чего начать? Правильно. Сначала, как следует, поспите. Шутка. На сон в Mass Effect 2 времени нет. Первым делом надо собрать верную команду. Искать напарников придется по всей галактике. Для этого в вашем распоряжении целый космический корабль. Нормандия называется. Всем своим видом он как бы намекает нам на ту самую высадку американцев в Нормандии, которую, ну, в общем, вы знаете. Но мы отвлеклись. Вот это ваша Нормандия, а вот это – галактика. Она очень большая, как вы видите, там много звездных систем. И на каждой есть чем заняться. Где-то компаньонов можно найти, где-то выполнить всякие разные задания, где-то разжиться полезными ископаемыми, а где-то просто потусоваться, побухать и потискать любимых синекожих инопланетянок. Но тут главное не злоупотреблять, а то, знаете, как бывает. Тут 100 грамм, там 100 грамм, а утром, как говорится, пара-рурам. А вам еще надо спасать галактику, если не забыли. Итак, собрали товарищей. Самое время и хотеть, а пусть вооружить. Подбодрить крепким словцом. В смысле, добрым. И вперед в бой. Противники тоже не дремлют. Ну, точнее, иногда тоже дремлют, но как только вы к ним приблизитесь, они сразу проявят признаки ненормальной активности. Выход один всех мочить. Стреляйте по ним из всех типов оружия. От тяжелых пушек до пистолетов-пулеметов. Пробивайте энергетические щиты, подбрасывайте в воздух с помощью телекинеза, а потом обирайте дымящиеся трупы. Не забывайте использовать укрытия и засылать вперед напарников. Даже если их завалят шальной пулей, а именно это, скорее всего, и произойдет, то вы всегда можете их воскресить с помощью умения единства. В общем, Шепард, хватит валяться. Вставай. Галактика в опасности. Ну и напоследок посмотрите на эти замечательные кадры из проекта Heavy Rain. Тут, как говорится, no comment. Субтитры создавал DimaTorzok Ждем ее выхода из душа. Ну, в смысле, выхода игры в конце февраля. А в следующей передаче вы узнаете, как русских опять сделали плохими. Увидите самых секретных агентов из мира видеоигр и встретите одного старого знакомого лысого. С вами был Макс Васильев. Стэндбай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...